вы на канале пользы нет меня зовут сани и здесь только подробные стримы которые в идеале должны у вас отбить желание что-то покупать и либо у вас появится взвешенное желание что-то приобрести здесь мы вместе обсуждаем по поводу стоит ли какой-то девайс своих денег по поводу довольно стандартных вопросов сегодня мы с вами гоняем как вы видите пока м6 и до автофокус у меня все еще работает что довольно странно м6 про и что здесь интересно в первую очередь то что это helio g99 ultra процессор напоминаю что меня зовут сани основной канал польза нет на этом канале разумеется будет обзор на этот смартфон разумеется исходники всех фото и видео я с него вам скину чем он интересен приятен и давайте подождем пока все соберутся потому что начал стрим чуть раньше как раз он у нас выкачает до конца геншин заметьте он качает со скоростью 14 мегабайт в секунду вспоминаем как у нас качал пока x6 про да но не будем о грустном будем о хорошем так вот что это такое чем это едят не забываем поражает лайк это смартфон супер эконом класса он понятно что не гипербюджетник а просто бюджетник но это низкий ценовой сегмент бюджетника если низкий низший ценник был самый низкий о пока x6 обзор уже на которой на канале польза нет и на live канале будет обзор одним кадром на него завтра вот если у него ценник был 19000 здесь мы можем приобрести даже сейчас во время села в 15000 рублей что такое 15000 рублей это 150 долларов я очень сочувствую тем кто мне пишет допустим сегодня мне писали что в евросоюзе в латвии конкретно пока x6 стоит 300 евро чтобы вы понимали на али он стоит 175 ну сейчас ладно ok 190 в опять же в минимальной комплектации всем огромное спасибо что пришли надеюсь что вы прожмете лайк и напишите сейчас все ли в порядке со стримом universal привет карасек привет гус александр павлов михаил ждем горячий холио я кстати думаю что все будет хорошо вот насчет горячего повторяюсь но вот сейчас он под расстроился потому что он параллельно на зарядке и ему тяжело но как раз это частота эксперимента у нас будет у нас будет на сто процентов заряженный смартфон я негативно относим отношусь к процессорам хеллио с одной стороны с другой стороны хеллио 99 ультра это не совсем мракобесие единственное конечно же каких-то неприятных для камер в условиях он будет снимать видео просто ужасно разумеется в других роликах вы не увидите подождите на моем канале пользу нет я все это дело выложу напоминаю что все это дело я купил на распродаже может быть чуть-чуть ценники у меня даже были повыше потому что я так понял пока увидела проблемы с продажами и сделала цены еще ниже в долларом эквиваленте спасибо большое за консультацию что все видно слышно да я немного конечно перемудрил со временем но давайте попробуем так не супер популярный смартфон хотя с другой стороны мне кажется что все будет интересно спорт и поэзия привет павел тумаев привет данте данте с привет напоминаю тем кто не знал для чего я делаю стримы здесь потому что когда я делал стримы на твиче с тестом в играх во первых ко мне были вопросы каким образом каких условиях там холодно жарко кондиционер работает не работает и и во вторых у нас отваливался микрофон а все-таки youtube это про микрофоны и большинство смотрят и слушают ролики как подкасты если вы это дело смотрите еще раз повторяюсь огромное спасибо нравится вам контент или нет но согласитесь что мало при вас кто гоняет в онлайне смартфоны а точнее я не знаю канала такие то есть у меня вот такой особый подход может быть это не особо для большого количества пользователей потому что первое на это нужно время а второе никто не хочет расстраиваться как я часто говорю если вы посмотрите если вы купили уже девайс не смотрите мой обзор пожалуйста потому что моя миссия как моя миссия у разных блогеров разное в том чтобы найти максимальное количество против хотя за я тоже буду искать и повторяю что пока их 6 оказался просто нереально крутым смартфоном но как мне напишут от потому что он на snapdragon и до этого писали мне просто заплатили чтобы а пока топил у нас утонул сам по себе пока их 6 про по всем тестам возможно допилят мне это не важно потому что я пошел дальше и вот эта фраза допилит повторяюсь что помним что пока это раньше было редми то есть редми к 70 и это пока x6 про здесь у нас прототипов у родами не было но зато были по моему не было может быть были поправьте меня если вы помните я особо не копал в это дело но у нас есть прототип такой же по моему редми ноут 13 5g если это он то он 4g или 5g в общем примерно так ну так как я все xiaomi купил то я обязательно расскажу да михаил если у вас был запрос про пиджак пиджак приобретен не да и для вас тоже но вообще с точки зрения того что у меня температура на стриме 19 16 градусов на думаю догоняю до 18 а при 16 градусов сидеть не особо таки комфортно загрузка ресурсов уже практически прошла опять же вам для контраста помните что у нас делал в этих же условиях великий ужасный пока x6 про как ему было плохо и как неплохо получается данному смартфону и это очень круто что ему неплохо почему-то у меня какая-то лобутень с второй камерой показывает на ютюбе хотя с ней все хорошо притом только на яблоке станислав хорошо не там несколько человек мне потом писала тоже что нужно вспомнить что мне уже 40 лет хотя ну вы поняли ничего не меняется так к чему это все к тому что youtube это все равно про общение мы с вами общаемся и постепенно приходим к тому что мы будем обсуждать этот смартфон первую очередь я разумеется покажу вам тесты чуть чуть больше четырех сотен тысяч баллов в antutu это делает смартфон потребным но не особо комфортным для использования в глубокой перспективе почему не особо удобно и в глубокой перспективе использования будут у этого смарта все довольно просто не забываем про жать лайк все кто пришли я понимаю что чуть-чуть нагрелся со временем у нас все равно при любом раскладе будет сейчас пока он загрузит этот геншин какое-то время так вот не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи ему личный телеграм-канал у меня там уже опять война по поводу того где полка пока x6 за 19000 был за 19000 народ купил кто-то приобрел кто-то нет сразу предупреждаю тех кто пишет что вот купил и две недели не отправляют друзья но бывает и по месяцу не отправляют особенно когда очень супер мега дико приятные цены я даже продлевал несколько раз айку 12 мне по моему его полтора месяца посылали вот и смотря до котлета про зависит от того что вам надо от смартфона но я хочу показать что даже на смарте за 15 тысяч рублей по идее можно будет играть в геншин на минималках даже на смарте за 15 тысяч рублей можно будет играть не на паб гню стоит лает а пап не стоит паб гню стоит точнее пап галайт по мобайл лайт а пап гню стоит и пройдемся по тестам ничего супер фееричного кроме одного момента разумеется это экран то есть экран здесь прямо радует насколько будет он радовать вас и меня мы сейчас проверим но решение абсолютно не экономно экономное решение в плане процессора прям ультра экономно экономное решение плане материалов но это неудивительно но пока и после пока их 6 плюс минус те же тапки только в профиль единственный комплект да он идет без получается чехла вот хотя редми 13 которая купил он идет даже еще и без зарядки то есть ладно там без чехла вот уже начались консультации до основная миссия нашего сбора как всегда вместе дружно скажем так а что у меня с камерой в общем я этот автомат режим переключу потому что мне как-то на сумасходит мне кажется интеллектуальный сценарий использования все пусть будет не очень лучше качество но зато мы всегда будем видеть хоть какую-то картинку я не знаю почему он уходит в мануалов какую-то били берду но уходит как раз все равно сейчас настроим я принципе вам в эту картинку буду показывать какие-то результаты парагонов или еще чего-то если говорить про датчик приближения сейчас я при вас его протестирую также как на пока x6 но как правильном очень многие обзорщики замечают рандом с экраном как всегда это ловкостр рандом с датчиком приближения потому что забавно пока и 6 право я горпятся Parks этим многих видел про покой 6 про что датчик приближения глючат из тех кому я доверяю вот а вот по поводу x6 я многих видел из тех кому я доверяю у кого датчик приближения глючил но он у меня не глючал насчет m6 про вы увидите sir по поводу звук записи звонков меня очень умиляют вопросы в комментариях по поводу нет запоминаем пока не имеет записи звонков без уведомления собеседника начале записи потому что это глобал очка можете меня поправить но я не помню чтобы в глобальных версиях кроме каких-нибудь уж совсем странных брендов запихивали звонилку записью разговора потому что им нужно будет ее выпиливать допустим в том же евросоюзе по моему может быть я не прав helio g99 удачный прод за свои деньги станислав он или он не может быть удачным и здесь helio g99 ультра а почему наслышано потому что народ еще не получил те что купили рассказывают вам в основном люди из медиа сферы которая чаще более лояльны чем вам бы было это вам бы этого хотелось вот опять же это мое субъективное мнение вы его можете не разделять повторяюсь как многие часто пишут тебя смотреть вообще ничего не купишь ну это же хорошо экономия это всегда хорошо я повторяюсь любой негативный отзыв от меня или от вас всегда влияет на продажу вам кажется что ваши комментарии никто не читает под обзорами стримами вам кажется что ролики там допустим эти стримы никакие производители не смотрят с переводом вы очень сильно ошибаетесь на вопрос по поводу пока мне их бренд-менеджеры писали это учитывая что они мне не посылали девайсы в итоге то есть они послали мне но вместо меня русский офис сказал нет этот друг нам не нужен как часто в принципе делают потому что у них другие друзья в медиа пространстве им проще отправить кому-то поменьше но с дружбой не об этом рассказ и они нытье потому что повторяюсь пока их 6 я советую пока их 6 про советовать не могу у меня он был неудачный а про то что пока несколько раз спрашивала достойный ли ценник мне лично писала я писал что нет ну как бы я думаю что они писали многим блогерам и особенно когда ты сам приобретаешь у тебя есть какое-то осознание того что вот это прям супер мега круто это не супер мега круто сейчас повторяюсь 15-19 тысяч вот эти два смартфона это даже без тестировки мои м6 про отличные цены напоминаю что не обязательно на там алишки я покупала на алимп быстрее по мне проще с гарантией все остальное не буду пытаться разубедить по поводу других платформ это моя история вы можете где угодно брать на интернет торговля растет и и когда мне пишут вот месяц ждать смартфона можно чуть дороже у дома купить тоже через интернет и не ждать смартфона долго но дешевле значительно чем в каком-то гипермаркете опять же если мне кажется люди стараются сэкономить покупая девайс подешевле то есть 15-19 тысяч для смартфона это не особо высокий ценник они реально хотят сэкономить и предъявлять претензии что я рассказываю о том что экономить я яска вашей стороне это довольно забавно согласитесь x6 или z8 здесь вопрос дня смотрите вы видели теста мои на 8 и полгода назад он выходил это мой пес как я помню правильно и там чуть другая история с бендами поэтому если вы урвали x6 за 19000 однозначно x6 если не урвали то взвешивайте для себя за и против и повторяю что x6 показал тебя очень круто и в плане яркости кстати по поводу автояркости всего остального после стрима он показал себя еще лучше он не выдавал 2000 люксов это прям нереально круто игре по индекс 7 это ультра x7 у меня вот но там на том столе лежит я сегодня разбирался у меня таможенный зим изъяло rock phone 8 про сказали что вообще сегодня я пытался кстати еще отремонтировать свою sony fx3 мне сказали что таких камер в данной стране нет ремонту не подлежа страна 46 миллионов это кто когда будет по поводу чего-то притом это в сервисном центре в споте мне сказали мне сказали сначала там это 80 тысяч рублей у меня выход сломался под микрофон и сказал окей мне сказали друг мы такое не делаем и все и вот вот весь диалог еще в два поезжу покатаюсь но этот по поводу как раз отношения с гаджетами всегда вспоминают вам цены папа евро и очень часто вспоминаю что люди которые гоняют в китае те же блогер они очень часто говорят таки там цены больше чем россии так оно и есть друзья там цены очень часто выше чем в россии x6 сегодня 27 штит когда я смотрел был 21 возможно 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 они посмотрели обзоры так как он был позитивный они пришли к выводу а зачем обзоров было много и не только мой зато по поводу x6 про посмотрели как-то по другу них 6 про 27 ночи базе спасибо какие значения antutu надо смотреть минималку смотрите а в течение где-то двух лет говорю 400000 напомни вот сейчас все-таки 600 и мне правильно отметили в комментариях что кто-то ходит среди ноут 11 с я по-моему и он уже начинает под призывать и здесь такая история что в принципе я это дело поддерживаю что если у вас наверно все-таки надо уже 600 тысяч баллов они 300 и не 400 то есть 400 уже маловато здесь у нас 400 вот и будет ли система призди вы сейчас увидите хорошо стрим достаточно хорошего качества нет напишите пожалуйста в чате не забудьте прожать лайк кто пришли потому что сегодня не особо популярные смартфоны канон класса завтра я буду гонять вот эти вот все прелести в онлайне для вас я думаю что кому-то будет интересно и полезно не только на хайповые смартфоны нам делать обзора правильно ваших интересах чтобы моя эта идея не загнулась но если вы не продавец если вы продавец их интерес чтобы она загнулась сегодня так по поводу геншин понеслась сейчас я отбегу и мы дальше попробуем погонять возможно я расширять буду расширить нет расширить сейчас я поменяю вот чуть-чуть поиграем чуть-чуть сто процентов включаю секундомер разумеется здесь будут самые минимальные настройки самые самые минимум напоминаю что если смотреть по вообще моему опыту стопроцентная зарядка она подразумевает долгую работу устройства то есть 99 до 100 процентов спускать довольно долго что скажешь по поводу айку на его 9 за 32 тысячи ну уже наверно не 32 просто мега цвет блеск если вы понимаете какие бенды вам подойдут вот и по поводу кстати мы монитор ресурсов не вывели но мы сейчас выведем да принципе нам пока он и не нужен но я удивлен геншин вот работает работает как долго если он минут 15 отработает прямо вообще будет волшебно чтобы я не потерял мысль айку на его 9 очень крутой smart если вы понимаете какие вам бенды нужны и если вас устраивает качество связи айку это тоже это еще оповещение каждый раз говорю тут тоже такой странная такая странная история что все говорят там вот и не вспоминаешь айку начинаешь вспоминать айку и говоришь друзья там еще будут проблемы с оповещалками у него чего-то так упал садов папе вещала потом невозможно быть в хорошем для всех если кратко и это естественно так что помним что могут быть проблемы с айку с оповещениями после геншин и на 15 минут мы с вами перейдем благополучно в посмотрите как автомат работает я думаю качество норм мы перейдем благополучно в менюшке я вам покажу эти 10 курс 10 секунд на и always on display что в принципе для у всех и мы по расстраиваемся покажу там то что у него эквалайзер настраиваемые разумеется мы посмотрим с яркостью беда у него или нет и как яркость будет отрабатывать вот помпом приложение потребления у сяоми вообще волшебно в этом смысле то есть мы не надо мне кажется вот вот этого нам будет достаточно уже для фреймрейта и он даже не вылетел или вылетел game turbo не включал сейчас проверим никаких твичей параллельно не врублено о он не вылетел что-то что-то творится в датском королевстве не то жить и вот смотрите понятно что хочется чтобы все было вечным каждый раз когда вы упоминаете любое устройство до которая живет которая в продаже больше года это минус год поддержки и минус год легкая продажа и равно я считаю что лучше приобретать свежие девайсы потому что их будет потом проще продать иван иван будет даже окей вы не будете продавать как мне говорят у вас будет больше времени чтобы ходить с ним да что ж такое и вот так мы сделаем а сейчас 5 секунд раз два три где тип даже половинку сняли у него смотрите-ка о вот это он злой не знаю что это за штука я с таким не бился но мне кажется что он может меня легко снять парой ударов сейчас я закончу так вот айку на у 9 это просто нереально бомба супер крутой телефон мне безумно понравился кому-то не нравится его камеры кому-то показалось что у него по камерам уже чем у сяоми x6 про я так не считаю но для этого у вас есть исходники чтобы вы могли оценить насколько хорош один или второй smart по съемке если говорить про предпочтение конечно мне айку ближе но это не делает его супер топовым телефоном это делает его телефоном для наверно в первую очередь игроков это 1 2 для любителей коло с и его особенности о поддержке камни но кстати по поводу комьюнити могу поспорить потому что комьюнити о лайку уже приличная стала по мне может я где-то не прав так ухты ёшкин да что ж такое желе я проиграю в итоге сейчас о победил победила он даже не вылетел температура сорок с половиной градусов кто играл те поймут саня про сейчас посмотрю меня еще не вынесли хорошо мы уже играем к слову пять минут на минималках без всяких game turbo не скажу что у меня глючит сенсор да ему тяжело я все удивлен что он хоть как-то тянет но тянет чему я не сказал народ хотя уже начинает печальница все но температура всего 40 градусов и это ни о чем давайте-ка телепортируем куда-нибудь где попроще герою точь 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 уже все местами местами тебя слышно помните да этот юмор странный не забываем про жать лайк всем огромное спасибо что пришли по поводу девайса я прошу помнить что это супер мега эконом класс это 150 долларов сегодня и требовать от него почему всех 42 уровень что это вообще за беда такая пошла попроще нет героев порубился когда будет обзор когда будет пока f6 про но вы спросите это у тех кто у них фавори я понятия не имею мне кто не писал по поводу этого видите когда-то будет но то что это будет рэдмика потом все будут с пеной у рта доказывать что нужно еще подождать чтобы его оптимизировали к 70 ультра какой-нибудь как к 70 про наверное не скопируют как вы думаете что из которой ешки лишь разобьюсь нет да слишком жесткий прыжок был ждем не 8 стоит ли брать не я не отвечу за вас давайте друзья вот договоримся есть у меня обзоры на какие то девайсы вы смотрите делайте выводы я сейчас обозреваю какой-то smart вот сейчас на него такой ценник допустим я скажу что альтернативы ему z8 x айку посмотрите его спеки напишите мне они достойны друг друга или нет по мне да у вас может быть другое мнение можно ли сказать какой-то лучше или хуже я не могу почему потому что айку на его z8 x как я помню с айпи с экраном а здесь amoled экран и все но с точки зрения выгоды я бы посоветовала пока потому что за 15000 настолько упакованная железка мил мне сердцу айпи с или нет мил мне сердцу айку или нет от неважно то есть во время села это прям нереально крутое предложение и можете со мной не согласиться притом это самое интересное у них как-то глючно промить и работают вот на м6 про кто-нибудь покупал напишите пожалуйста у кого всегда работают они ночи до взрослые дядьки играют в игры а еще больше большее количество взрослых дядек я тоже не взрослеют а у нас просто меняются игрушки то есть мы можем приобретать себе игрушки подороже при этом не особо заморачивались так я мне кажется и здесь не грибов да что ж такое то когда-нибудь где нибудь мне все я ухожу я ухожу на равнину если здесь мне тоже будут напихивать я конечно очумели к 70tf6 гатита я почти на сто процентов уверен что они просто так не оставят бедный брэдли вот сейчас фпс проседает прям на и конкретнейшим образом сейчас 29 видите фпс 28 местами ощущение что вообще да вот 22 то есть где-то через девять минут он начинает уже совсем печалится не говорите мне включать game turbo какой-нибудь пожалуйста что вот сейчас он играет у него особо и touch уже подключил ему уже плохо все эти включения снятия ограничений не продлевают жизнь вашему девайсу термопасту там никто у вас менять не будет вот если у кого-то есть компьютер я проведу с вами ассоциативные ряды вы меняете там термопасту она ведет видеокартах погуглите меняется термопаста и давайте по вместе прикинем вот эта штука тоже перегревается она не перегревается да как ноутбук до 100 градусов нагревается но 45-46 градусов и тоже будет тяжело и не будет легко от этого вот все вот это вот вот это мое место для и ооо все все не надо ничего тут особо извращать и так все ясно как говорится все грузит 19 ппс ну то есть после где-то 8 минут начинается не игра мучения в принципе это не удивительно хорошо что можно поиграть минут десять но однозначно даже для минимальных настроек это не решение для геншина вообще никакое то есть если про полка x6 можно еще поговорить здесь даже вроде бы там 200 тысяч баллов вам тут разница там 400 600 по факту разница конечно небо и земля вот этих вот двух сотен тысяч чуть-чуть как раз и не хватает чтобы понимали настройки давайте я вам покажу я потому что ничего не поменял не меняла я уверен что рекомендовано если на x6 были минималки то уж здесь то подавно будет все более чем скромно 12 фпс но это потому что мы уходим в минимально по умолчанию сейчас попробую давайте переключу сцену кстати за 11 минут он съел 0 процентов заряда я говорю когда ты сотки играешь это но не зря на геншине начали с вами когда ты сотки играешь это чуть-чуть не нереальная история вот она фиксово 35 миллиметров до нравится хороший уже стрим лайк ставим всем огромное спасибо что пришли уже вот вот эту вот камеру я тоже поменяю либо подключу все-таки рейзер у меня одного кабеля не и тогда у нас будет в огне и на второй камере и если я соньку завтра единственное не знаю если кто-то разбирается в камерах напишите пожалуйста я хочу зоне sony zv такую же как это купить вторую на не понимаю как две камеры подключить к бсу одновременно и тогда у вас получится андрон вы не используете такие слова по возможности то есть мы принципе нас стриме комьюнити у нас лояльны вы видите что здесь sony то есть я один из тех кто кричит что sony но это жесть меня камера уже зависала два раза люто я потом видео скину в себя кстати у меня есть варик купить еще sony 10 в но она буш на эту я покупал прям нового вот андрей анисимов еще раз мы не оскорбляем людей которые покупают давайте это знаете как если вас будут называть дураком если у вас нет денег на iphone 15 pro max или нищебродом или еще кем-то или там если у вас нет вы блогеры и у вас не sony fx3 камера какая-нибудь или еще что это опять же решение каждого я знаю очень много людей у которых зарплата на минуточку от миллиона и они ходят со смартфоном за 20000 и таких прям много много людей у которых бизнес и они бегут за там скидками на сяоми по 30 40 тысяч это не показатель статуса во первых а во вторых это не показатель глупости это точно потому что под каждые свои под каждые задачи есть свой девайс но к слову не зря видите мы гоняем все время не сотки смартфона потому что на сотки на сотки он как был 10 минут в геншине так и остался это не потому что он так мало есть а потому что когда ты сотки играешь это так же как заряд с 99 до 100 идет очень долго поэтому еще раз включаем уважение взаимоуважение к друг другу понятно что это очень сильно влияет на популярность канала потому что все любят друг дружку обкидывать всякими субстанциями но тут другие места давайте у нас тусовка это не предполагает прошитый что с каширилл не прошит и какая разница чтобы выигрывать от того что вы прошу тиреуме там и так русский язык углы есть все переходим давайте к собственно нет это тачно работал к тестам здесь все просто местную фонарик и возьму вот у нас фонарик вот у нас радокс который тоже самое интересное к и телек и телек и теле в итоге все равно все используют более дешевого решения нету так дневной режим включаем пока 800 14 как было так и осталось и автонастройку с фонариком теперь момент истины это такая же история как с покой 6 про который будет сбрасывать яркость или он будет держать эти 1100 люксов если сейчас волной пойдет то может еще и накинуть смотрим допустим как было в пока x6 он волнами набирал но в целом сколько он давайте секунд 15 так помочь ему 20 сергей сергеев все будет не забываем прожать лайк 100 лайков и проверяю датчик приближения пока их не вижу все зависит от вас кто-то просит надо глянчит доната кто-то глянчит лайки до достали эти блогера и 6 вообще огниво то есть мы получается сможем сколько это дело гонять ну вообще уже достаточно чтобы на солнце посмотреть 1100 люксов хорошая яркость очень станислав я в курсе я тоже блогер так нет просто кто-то из блогеров кричал что он не нужен это все бесполезная шляпа и в итоге все равно им пользуются но это примерно также кто то что кто то кто то из блогеров кричал что будет пользоваться пикселем а в итоге пиксель не пользуется нужно надо пиксели продавать до этого можно сказать так понеслась восемь процентов 9 если вы думаете о не пытаясь перейти допустим на android еще что то еще что то мы с оператором игре но недавно решали на что подъемы делать назад в 10 или на fx ты или также на iphone по накидала я примеров в итоге яблоко выигрывает вот вы смотрите ролики которые сняты все на айфон и понятно что может не может быть а видеографа реально для них картинка важно но для именно но не знаю материала качественного больше с телефона он более универсален для подсъема именно предметов лица конечно выигрывает камера прям согласитесь чтобы на фикс и тем более вообще классная картинка нет 9 процентов и в нуле 8 все в огне 827 так почему у него максималка но 8800 люксов максималка по экрану летим hw info вообще по поводу всего у нас а вы сейчас умеете сейчас здесь надо очистить глючит ну-ка все нет в порядке пока м6 про 2400 на 1080 разрешение принципе по цп почему-то пишет 99 но в спеках опять же идет 99 ультра если говорить про систему то все обновлено и сейчас вам покажу так по уму нагляднее чем на второй камере пока будем так делать по экрану то же самое экранчик вообще топчик плод из пикселей топ вообще все топ по экрану про претензий нет дешевле здесь процессор ну и разумеется модуля такие себе что в принципе не удивительно еще на сяоми посмотрим как раз и под допилят пока они мне дойдут что фактически это тот же сяоми продвинут так что мы еще хотим посмотреть гикбенч гикбенч я не гонял по-моему не гонял трейдмарк я гонял здесь все ультра скромным смотрите слингшот и по допустим стабильности разумеется все по 99 процентов но у нас есть печаль печаль основная разумеется заключается вот в этом деле и определенного рода понимания того что вот с такими цифрами девайс в двадцать четвертом году для кайфа использовать не получится 429 тысяч это печаль и потому что нужно минимум 500 уже оптималка это вообще 600 как и у их 6 все циферки кому надо ест он мало мультитач давайте при вас 10 пальцев берет стресс-тест вот такой или прожарку делать после обзора напишите прожарки делать до обзоров или после может есть смысл прожарки делать после обзоров вам будет интересней так сторож тест скромненько но в принципе ничего так и и что можно себе тротлинг тест прогнать час ему кто не хочет его или нет провод я уже рассказал показала про вибро понятно про микрофон и понятно 97 процентов все начал уже потихонечку проседать не удивить пока радует производительностью плавностью да но на ауди оповещения проблема правильно для настройки по связи есть проблема у вас снова 9 не должно быть диапазоне 20 24 миллиметра iphone самый адекватный выбор для видео при нормальном освещении еще из очень хорошей стабилизации встроенной если освещение плохой то нужно матрица побольше для портретов для портретов фиксов вот сейчас я стримлю на фиксом но опять же я понимаю чем ты говоришь но можно в конце концов линзы просто на вид навешивать на яблоко и все а до датчик приближения за 100 лайков мы договаривались помните а сейчас их что не вижу еще девять и все и датчик приближения в огне все зависит от потребностей после обзора игорь после обзора датчик приближения тестировать или стрима проводить может быть наверное по поводу чего-нибудь буду делать прожарки после обзора из разряда приходите и проверим при вас но в каком-то смысле здесь же еще способ пообщаться правильно я говорю ну как вот пришли вместо чата есть у меня чат напоминаю 17000 подписчиков ним telegram и там мы общаемся по поводу железок советуем друг другу что хорошо что плохо чтобы мы взяли док бине я не буду сравнивать смартфон и учитывая размеры динамика представляете я говорю вот это до такой степени за уши притянута вот как как музыканты рассуждать по поводу звучание в смартфонах это вообще просто слезы никто еще пока физику не отменял и в смартах тоже по звуку чего или bluetooth вы имеете ввиду или чего вот выражение так что с каша новой линии кирилл не 12 я ничего не скажу я считаю что она дорогая вот насколько у них просядет ценник по каким ценам они будут продавать и что-то что будет еще еще четыре лайка до датчик приближения тестируем и полчаса гоняем не устаете если вы не против игорь что нового купил да ничего у меня пока хватает у меня любя нужно sony надо а папа индекс им ультра надо сделать обзор redmi 13 м6 про и папа индекс 7 еще будет сто процентов asus rock phone 8 rock phone 8 pro с 24 я купил с 24 ультра я купил пока вот такая история то из минимальных планов и разумеется все зависит от вас если все будет в огне то будем гонять их также на прожарках охладить процессор это дорого zx тиви как я часто повторяю вот есть телега скидок смотрите там распродажа если есть на селе пока 20000 вот мы сейчас обсуждали его x6 он классный если есть x6 про 2524 он за 24 нормальный если м6 5 пропит за пятнашку я считаю вообще огонь дать это гатита ты меня достал уже он рам 90 джетти до такой степени не популярный девайс у меня на популярное время нет а еще раз умеет 6 смартфонов сяоми вот вся линейка новая в глобал как я купил за сколько взялись и 24 76 что ли но на минималке вот ультра с 24 ультра я взял уже на 512 гигабайт вот там дорого до подустала я тоннеровских продавцов все у них плохо по продажам потому что ценовая политика больно и все еще два лайка то не прожал два лайка прожимаем и начинаем ладно это все детские шалости ночной так не будет этих не будет так не будет 8 сейчас по поводу звонилки напоминаю что без уведомления записи нет глобалках а раз надо как-то вот так сесть сейчас сейчас сбоку будем тестировать звоним о а мы помним x6 как работал но так работает видите какой рандомные то есть в 6 pro x6 и м6 про датчик приближения 1 да ладно вот сработал первый раз унес а нет он сработал уже когда я уже закончил звонить что спокойно звоним ну и попытаемся поговорить и вот все норм все лицом мы нажимаем вы поняли нет еще что-то проверить но если мы горизонтально раз-два-три-четыре все то есть не ложимся и все будет в огне датчики приближения кто-то калибрует я за это дело не топлю то есть вы должны быть морально готова что вот так в отличие от x6 лежа или еще что-то будет он вас бомбить все довольны плюсики мне лайки кто доволен плюсик ставьте вот почему почему смотрите два одинаковых с марта но ночи да если у кого-то остались вопросы по поводу датчика приближения напишите потому что у меня они не остались напоминаю что все исходники видео фото я скину свою личную телегу вот и и этого вот это важно не фотки а датчик 15000 могли бы датчик запихать физически станислав ну для меня не рандом для меня в пока x6 работает x6 про работает плохо м6 про работает очень плохо все то есть у разных людей разные выводы из одной и той же информации вот x6 не рандом на говорю нет у кого-то была информация этому блогеру я верю что у него был глюк но опять же вы помните что рендеры то есть я у меня покупные smart и рендер они могут быть лучше откалиброваны мне что же рендеры посылают хотя обычно покупные не знаю где покупные должны быть лучше рендеры там толщики никто не проверяет то есть они же не вскрыты это только по моему риме они проверяют smart и перед тем как блогерам отправлять я не знаю может быть они реально лучше у них xiaomi там то все равно xiaomi пока ван класса в этом смысле они пофигисты они молодцы так стоп отбор матча отбой нам надо настройки выставить сколько фпс ставить в графике не хорошо ему уже скажите пальцы корявые или лыжи игровой графика макс давайте макс а ну нам 90 не можно 90 фпс выстрелить 90 фпс прикола выставим но не досмотрел настройки может мне кажется вот этот еще счетчик фпс touch грузит так по умолчанию без высоких детализация низкая средняя давайте сглаживание выключим и посмотрим как ему будет потому что 90 фпс меня больше интересует чем все остальное как и большинство из игроков много пропустил нет мы м6 опять же м6 про ну кто будет смотреть на него обзора не так и много людей теперь после датчика приближения оба так by all lte что мы имеем мы имеем секундомер старт сброс стоп 96 процентов 96 процентов и секундомер пошел 30 минут будет достаточно смешно не провоцируйте меня на ответу чтобы я не ответил это будет дискриминация много российского вышло машин много же смартфоны тоже вроде уже вышли операционка вышла все будет однозначно потом еще напишут он сказал это 40 игры вот такой степени в топку и мне не интересно это будет будет будем тестировать какая разница но они думаю что буду тестировать потому что в основном тестирую то что гипотически может продаваться везде на там авроре да они пытаются запустить но это все отмывание где где мне больше интересует где рост грамм вот сколько туда миллионов ушло где они где этот тип который везде ютюбе нам рассказывал что все будет в огне вообще кто не с него чего не спросят хотя бы на улице альтернатива вообще послезавтра но также плотными надо будет шлить освоить и освоят долго что до сожалению у samsung a54 большая разница они samsung это вообще тормознутая тема огромная мне кажется должна быть разница самых намного хуже будет может я не прав может быть я не прав 15 минут отыграем проверим яркость если меня не вынесут за это время по фпс у 70 66 пока что-то пытается если он будет 50 показывает все уже огонь пока все будет терпите картинка скоро будет особенно если мне кто-то напишет пусть даже за денежку и плачу как sony zv10 я подключить количестве двух штук к одному компьютеру желательно без карта захвата но из карты захвата тоже пойдет что завтра я планирую купить еще одну соли за действие это сейчас на марк 2 3 минуту для того чтобы кошер на стримить назад 2 вы и точнее на марк 2 необходимо 5 секунд подключать карту захвата хочется просто два кабеля в смарт ставите все и радоваться жизни 5 секунд и когда у нас будет вторая картинка можно вообще будет стримы гонять о многу часов разряжая смарт в нуле я думаю что людей которые планируют для игр покупать данные устройства это более чем устроил ну в целом спасибо как говорится по ппс у 60 ппс он пока показывает страну с кашкой давайте-ка тогда пока возьмите что у нас по зоне кому в зоне беда дробь телефонную ладу так как у кого день проходит самцы вообще не про самсунге с интеллектом самсунге с разводила вам интеллект у них серьезно взрослая в сказке верите ну как отклик пока норм были начали подглюкивание но мне кажется что вполне возможно причина этих подглюкивание в драгунов нынче были в каком называю с 5 секунд x2 том что счетчик ппс висит без счетчиков ппс было бы всего получше но пока все норм 39 градусов у него видите 54 ппс да жаль твича нету картинка была бы получше ну короче он сейчас 73 показывают чем разница понять не имею количество баллов в antutu или брендинг есть два наверное типа людей которые одни интересуются частностью то есть там не знаю ходовую поменяли там еще что-то у машины покрасили по-другому еще не интересует как машина едет ну и анализировать процессор я буду уже перед обзором я с меня больше интересует как он себя ведет что про него пишут я думаю как и вас также как датчиком приближения лучше один раз увидеть в онлайне чем десять тысяч раз услышать хорошо он работает плохо он работает то же самое прошим или еще про что-то и да кто-то этому будет не рад но это не нашу проблему как надо улучшал к этому покупать и найти какой-то здесь скрыто так и было руки дарбунов апгрейдинг надо не schooler у меня ноги замерзли друзья я в общем 16 градусов отключаю за пиджак за идею спасибо а вот ноги замерзли поэтому потом так и вот это наверное все теперь стабильности у меня побольше можно уже попытаться выбежать зону пока что мне напитать мне надо третьего уровня член найти и все нужно уже играть x6 нету ну ладно это нас есть тексты и на определенном расстоянии товара развит где пофиксит что пофиксит протез на телефон не знаю но у них вот они грузовики уже вроде запустили что еще интересного валенки на ноги не 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 спасибо валенках я уже наработался хватит и в зимних сапогах этих по 9 килограммов которые не греют тоже походил ни один ни одно десятилетие также как кирзача топор тянки кстати зацепил вообще была тема но такой атовизм сейчас уже понимаешь до какой степени это функционально не 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 пусть будет марки что прям совсем холодно потом будут писать у тебя ноги замерзли поэтому включил смартфон нормальные люди валенках стример в морозильнике как кто-то угорал что там на тэк на какие-то соревнования были у смарт вот про призывания были до 40 ну мы уже играем 9 минут датчик пофиксит ильдар мы не держим здесь свидетелей продавцов хорошо вы можете идти продавать вместе вот сегодня они продают устройство которое они должны были пофиксить до продажи и поверьте мне ни одну неделю и ни один месяц они его пиксели если вы думаете про датчик приближения от которого все плюются что им все равно и они бы его если бы могли уже бы не пофиксили серьезно и по не специальной глюки в смартфонов генерирует папа папа откуда в меня стреляли с такой страны поведен папа там кто-то себя обнаружил как я понял мне понравился кстати вот мини рекламы убился был про белорусский ноутбук тема видели белорусские ноутбуки у нас цели тоже своих вот этих военных брендов навалом там хайпер и не только папа я слышу что кто-то бегает там о мне кажется я вижу типа 99 процентов уверен что видел типа там да джон быстро бегут так и сзади по мне кто-то стрелял так я думаю что его можно уже поднимать не не захочет ну ладно у него x6 собой был все мы уже играем на уровне что мы можем 12 минут прожить так потому откуда-то лупили то есть нам надо папа видели кто-то его снял она скорее всего кто-то кто-то побежал туда зуб будто да что ж такое неудачник я неудачник человек нашел за мной шел дроп не успел сделать так по игре с 90 6 процентов три процента мы съели за 10 минут за 13 минут пока вообще шикардос пока шикардос но единственное что мы не сделали это еще не проверили яркость никаких game turbo я не включал вот ничего не пропустил и забываем прожать лайк в зелень под углом я уже читал про это там все разные экраны кто-то желтит меняет 6 прожил тьет сейчас прогрузит подождите можно смартфону плохо не мешайте антон если вы покупаете яблоко все аксессуары покупаются яблоко никто вам ничего другого ну если вам кто-то другой будет советовать он вам втирает . можете соньки взять но они будут менее комфортные дороже топовые опять же если вам по форме ушей подойдут сейчас подождите у меня продумает все так он у нас вы выкинул монитор ресурсов и я думаю что он уже подостыл но ладно чуть-чуть он сбросил яркость скорее всего но я уже восстановил пусть будет на его совести ну что было 800 люксов вот он все восстанавливает ладно летим дальше тач сейчас мы начнем а потом после того как мы начнем мы в рубим монитор ресурсов правильно виктор чё лучший smart с хорошим шумом это smart цепи с экраном волком сейчас я посмотрю по поводу белого света у меня прогрузит и начнем осмотр включим мониторинг монитор ресурсов так дня я не зеленит я не знаю как они нереально вообще не вижу чтоб он заглянул или желтел или желтел так и монитор ресурсов напоминаю вот здесь 10 секунд вылетел придом он есть как бы висит что он активирован ага все играем ильдар напопадая в мое мнение попуха сидят просто продавцы которые банят все негативные комментарии сброс шины и все остальное говоря теперь отношусь к этому форму раньше как панацея сейчас я считаю что это просто самое самое плохое место куда стоит идти у многих блогеров существуют телеграм-канал и подписывайтесь туда неважно каким у них нет таких модераторов такого количества потому что мне кажется что попадать сидит просто очень много кстати один из блогеров общался с этими всякими но мой знакомый представителями этих сми и буквально две недели назад может он сам вам расскажет в общем подписывайтесь на телеге лучше болталки и там спрашивайте потому что вы спрашиваете у продавцов чтобы вы понимали там уже минимальное количество просто сидит пользователей а если вы знаете какую-то негативную информацию вас будут банить можете попробовать написать пока их 6 про про сброс яркости опять же возможно для вас этот датчик приближения не будет критичен что тем кто критично необычно ждут чтобы его кто-то проверил так что там с патронами но будете горизонтально сидеть всегда когда будете отвечать чего тут такое странно вот зарубы идут долбали вы у меня нет нет оружия чтобы с вами зарубаться без предоставления личных данных никак они же таможенной декларации заполняют прячетесь на соседа на друга закажите и все и проблему у кого-то же по-любому нет алишки в дедушке бабушки тети дяди знакомого подруги парня гениальный лайфхак до zx и вид 41 и 4 нормально пока устали уже от стримов нам передохнуть завтра не будет стриму не надо было пока прогнать и наверное следующем будет x7 ультра есть у меня такое желание есть у вас желание посмотреть на x7 ультра потому что мне кажется что учитывая что он показал у меня в 3d марки там по автономности все печально я хочу с ним засесть прям сначала нагрузить много фотографий чтобы мы пообсуждали это дело на стриме в телеге и потом уже включится в обсуждение по остальным вопросам так получается вообще без брони до гол как сокол видите кто бы знал что мы будем с вами стримить уже дать не на твиче никто не знал но twitch сказал друг все никак может оно и лучше того что смотрите что сколько всяких пруфов можно записать не там с пеной у рта я записывал в личной телеге да все это скомпонована вообще всегда вообще все это не так ну примерно такие так продавцы реагируют на любые пруфа на стриме особо не пореагируешь правда я уверен что они тоже их смотреть буду за что им огромнейшее спасибо помните что иногда я полезен что иногда с марта показывают себя хорошо иногда конечно плохо про фпс 66 фпс и играем уже двадцать одну минуту есть у меня ощущение что он просел по яркости но мы сейчас вот так корон мы сделаем попробуем его подловить но не сильно просел мне играть комфортно в темноте до 600 люксов как я подозревал но это классный сброс это не 400 это не 300 а для как мне напишут а кто играет при полной яркости я не знаю я всегда выкручиваю все смарт-экран на яркой на полную яркость все мои знакомые также кто кстати в кто-нибудь также используют смартфоны на максимальной яркости или все выкручивают на минималку либо автояркость включаю я автояркость включаю только там не знаю на один день чтобы протестировать как она отрабатывает и это до такой степени тоже всю субъективную каску каску надо русской и шикарный какой-нибудь каска шик нужен 2 здесь стабильным обычно 3 каска валяется где-нибудь может быть в этот раз не повезет и вообще обычно вот отсюда конкретно убегаю полностью в третьей броне но по сути не в этот раз да ну ладно не очень-то и хотелось так зато здесь даргунов даже 2 каски нет заметьте вообще какая-то печаль в этот раз боликов вообще немерено каски 2 не под арбалет вообще не надо все топку их всех x2 x3 ну ладно так вот там по моему третий броник висит лежит нет это похоже на 3 и виктор чё вы будете сейчас забанена я вам только что ответил и вы меня не услышали очень обидно что вы не слушаете когда вам отвечают так мне кажется что это бесполезные все штуки для меня о нет не бесполезную смотрите-ка использовать вот 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 все надо валить отсюда что мне даже 2 каски нет хочу отметить что фпс даже до 70 доходит вот и вот и вот и 5 секундочек 43 3 градуса кстати 43 4 44 45 46 48 49 49 50 50 50 51 51 54 54 54 54 55 55 55 56 56 Есть вторая каска, всё, играем. Рядом. 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 Ой, слева и справа и вообще-то всюду. Раз. Да что ж такое, ну всё, давай, буду в команде. Хорошо, повезло, забирают в команду. Насколько это хватит, посмотрим. Потому что надо для начала прохилиться. Ох ты ёшки, ха-ха-ха. Всё. Тиммейт не оценил. Но от самцы это не удивительно, потому что самцы всё-таки имеют очень большой шим. Где заплашка? Потом. Игрю я с донатами не хочу вообще разбираться, мне. Ты чему подписчиков набрали? Всё. Норм. Давайте я со второй камеры разберусь, а потом уже будет какая-то история. Так что? Кто-нибудь разбирается, как две камеры Sony можно подключить к одному компу. Глобал на Индию презентовали. Я говорю, меня не интересует Realme как таковые, потому что они как-то с 11 Pro Plus, помните? Вроде всё хорошо. Так. Было 96, стало 87. 9 процентов, 18 процентов в час он поедает. Очень даже приятно. До шестисотен люксов сбросил, тоже приятно. Посмотрим, сколько он ещё отработает. Или хватит, заканчиваем банкет. Давайте заканчиваем. Потому что, в принципе, и так всё понятно. 20 процентов где-то он поедает. И всё. Вот. Всем огромное спасибо, что пришли. Смарт показал себя за 15 тысяч максимально достойно, не считая датчика приближения. Экран 1100 люксов в пике не сбрасывает. Я говорю, пока x6 Pro это вот всё про процессор, который не стоило туда ставить. Опять же, это моё субъективное мнение. его может кто-то не поддерживать. Это абсолютно нормально. Разумеется, что у них есть и свои продавцы и своё видение вообще товара. Если говорить про моё отношение к бренду Poco, это классные смарт и вообще конкуренция это в принципе хорошо. Если говорить про бренд Poco за 30000 рублей или так на Infinix, разумеется Poco, даже если у дома. И просто многие начинают мои слова перевирать. Здесь чуть другая история. Просто-напросто, если под определённые цели и задачи тебе необходимы какие-нибудь там 4к 60 fps и тебя устраивают, они в брендах 3-го эшелона, которые приобрести можно за 23, потому что они эконом-класса, то норм. Альберт, обе камеры не видят. Я пробовал Sony FX3 подключать. Он либо одну, либо другую включает. Я не знаю почему. Возможно ли победа МТК над драконом? Вообще, я думаю, никогда. Потому что это кто первый бежит, тот... Чуть другая история. Только если будет какие-то вливания извне огромные, либо они упрутся в стену вместе. Вот как вы выберете Intel или AMD? Та же история. Хотя Intel опять же сдала очень сильно. Не будем в этом говорить. Мне не интересно вообще войны корпорации. Меня интересует конечный продукт. Вот у нас конечный продукт. М6 Pro. 15 тысяч рублей. Цвет, блеск, красота. 20. Когда ты понимаешь, что за 19 стоил Poco X6. Ну нет. Хватит ли его на кайфовое использование? Нет. То есть, нет. К сожалению, нет. Нет, он не лучше после шестого. С чего? У него датчик приближения даже глючит. Всем огромное спасибо, что пришли. Добра вам. И не забываем прожать лайк, подписываться на канал с колоколом. Раньше рано или поздно придет момент, когда вы будете выбирать себе смартфон и вам захочется увидеть реальные тесты, а не то, что вам говорят с экрана. Я думаю, что учитывая количество стримов и информацию, которую я вам преподносил, вы видите, до какой степени разные могут быть истории с результатами этих тестов по поводу всего. Но мне очень нравится, что теперь да, теперь у всех в комментариях одно. Сани приходит только брак. Вот это мне больше. Это новая тема, что мне посылают специально только брак. Я когда-нибудь вам расскажу, что по факту я заказываю не на себя всегда. И тот аккаунт, что у меня верифицирован под YouTube как блогера у Али, туда я заказываю только всякие штуки под съемку и кабельное хозяйство. А с марта у меня идут через другие акки. Вот. Но об этом когда-нибудь. Еще раз всем добра, счастливо и удачи. Виктор Чу, Александр, Алекс, Станислав, Альберт, Рэдфокс, Спорт и поэзия, Александра, Анна, ZXCV, чтобы это не значило, если это все легально. Антон Лопуховский, Олекс Сомиков, Станислав, пацанчик, Недополитик Юлия Семенова, Григорий. Огромное спасибо.